Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на заявление некоторых западных партнёров, которые считают, что истребители F-16 якобы не смогут изменить ход войны в Украине. Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолётов. Изменят ход войны самолёты и очень серьёзно изменят. Игнат отметил, что главное, чтобы тактико-технические характеристики не были слабее самолётов противника. Украине нужен современный истребитель, который сможет завоевать преимущество в воздухе. Который может наносить удары по наземным целям, по надводным целям и по воздушным целям. Плюс защитить государство внутри от ракет и дронов. Такие F-16 смогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха украинские наземные войска, добавил Игнат. Ранее министр обороны Эстонии Хан Апевкур заявлял, что самолёты, которые в скором времени может получить Украина, не изменят ход боевых действий. По его мнению, ВСУ нуждается сейчас в боеприпасах, в частности в дальнобойных ракетах. В свою очередь, украинские пилоты уже начали учиться на самолётах в нескольких странах-партнёрах. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16. Как сообщал ранее Юрий Игнат, первые истребители передадут Украине уже весной 2024-го. Тем временем, аналитический центр немецкого общества внешней политики пришёл к выводам, что если война в Украине будет заморожена, России хватит 60 лет, чтобы восстановиться и подготовить войска к прямому конфликту с НАТО. По мнению эксперта, вероятно, РФ посягнёт на страны Балтии. РФ посягнёт на страны Балтии. РФ посягнёт на страны Балтии. РФ посягнёт на страны Балтии.